Прилежная ученица, спортсменка, красавица и просто хороший человек. Евгений Генералов так влюблен в свою дочку, что старается лишний раз Алину даже не наказывать. Особо и не за что отмечает заботливый отец. Дочку-подростку он воспитывает один и считает, что быть отцом – это серьезная ответственность. Самое главное – уделять ребенку максимум внимания, особенно если это девочка. Естественно, мы постоянно проводим время вместе, все выходные, вечера, делаем уроки, гуляем. Когда время есть, выходим в парк, катаемся в велосипедах, занимаемся каким-то таким пассивным спортом. В будни как можно больше гуляет по городу, а в выходные Алина вместе с папой уезжают на дачу. Там у них свое хозяйство – кролики и перепелки. Каждого нужно накормить, почистить им клетки и сделать уборку в вольерах. К труду, как будущую хозяйку, папа приучал дочку с раннего детства. Но и кроме того, совместные быты и время, проведенные вместе, позволяют быстрее достичь понимания, уверен Евгений. За городом Алина выросла и не хуже любого взрослого знает, какие нужно собирать грибы и как отличить полезные лесные ягоды от тех, которые собирать не стоит. Здесь же научилась кататься на лыжах, коньках и любимом велосипеде. Конечно, не без помощи и поддержки отца. Когда проводили время на даче летом, то иногда поддерживали друзья, а так в основном папа с братом. День отца указом президента Владимира Путина ежегодно отмечают в России в середине октября. Интересно, что в некоторых регионах этот день уже много лет утвержден законодательно. В числе первопроходцев Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновской области. День, когда дети говорят своим папам «спасибо» для некоторых жителей нашей страны по-настоящему значимый, особенно для девочек. Принцесса – идеальная женщина, самая красивая, любимая, гордость и счастье. По утверждению психологов, именно так воспринимают девочек их настоящие отцы и на протяжении всей жизни чувствуют за них ответственность, проявляя безусловную любовь. Специалисты утверждают, что именно папа лучше других чувствует настроение своих дочерей, с радостью помогут с выбором наряда на свидание или выпускной, а также с порога могут рассказать все о спутнике жизни, которого выбирает любимая дочка. Папа – это первый главный персонаж в образе мужчины для женщины, для девочки. И в дальнейшем ей важен этот опыт, это общение, потому что она будет выбирать себе, своего супруга, и она будет также встречать мужчин в своей жизни, притягивать таких мужчин, как сейчас очень модно говорить, которые будут уважать ее и внимательно к ней относиться. Позитивная программа, заложенная и усвоенная в детстве, продолжают психологи, будет работать на протяжении всей жизни на благо уже взрослой женщины. Такая со стопроцентной уверенностью будет притягивать к себе любящих мужчин, которые станут для нее поддержкой и опорой. Именно для нее кавалеры свернут горы и предпримут попытку достать заветную звезду с неба. И все это благодаря здоровым психоэмоциональным отношениям в детстве с папами. И хотя, по словам специалистов, любовь отца не похожа на любовь матерей, и в ней не так уж много слов, она все равно исключительно безусловна и бесценна. Ольга Павлова, Максим Гусев, События.